Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет. Глава государства отметил, что ожидаемая продолжительность жизни населения страны это показатель качества работы властных структур. Президент призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным. А как к такой инициативе относятся мытищенцы? Мы вышли на улицы города и узнали их мнение. Давайте послушаем. Мне кажется, что продолжительность жизни не увеличилась. А чтобы нам лучше было, то надо все менять, полностью стратегию нашей страны. В экономическом плане, а внешне, внутреннем плане. Не хватает хорошего здравоохранения, а жизнь, мне кажется, не увеличилась продолжительность жизни. Как была, так и есть. Мужчины как умирали, молодые, так и умирают. Вот был раньше домашний врач, он как бы вел семью, он знал у кого, чего. Все же, знаете, по наследству считается, передается. Я считаю, все-таки, знаете, вот я не знаю, мытищик, у нас же дают квартиру, жилье, если вот по программе по этой. И что вот это очень хорошо. Надо как бы здравоохранение поддерживать. Онкологические препараты покупаем, просто покупаем из-за того, что условия, в которых, как бы, так сказать, поставили людей, невозможные. В последнее время часто говорят про вакцинацию, и это ведется к тому, чтобы, наоборот, сократить численность населения земли. Я считаю, что такие внедрения, они лишние. Их не стоит внедрять, и в любом случае люди должны отказываться от них. Налоги поменьше сделать, продолжительность жизни будет побольше. Пенсия побольше. Чего пенсия 15 тысяч? Что еще? С работой вот уже пенсионеры не могут устроиться. Не хотят брать их никуда. Уже 45 уже никуда не берут. Да все нормально у нас. Путин молодец. Если Путин не был, у нас давно уже американцы завоевали бы. За последние 20 лет вроде бы как увеличилась продолжительность жизни. Как мужчин, так и женщин. А что нужно? Ну, здоровый образ жизни. Я думаю, что следить за собой, делать зарядку, пробежку, даже вот просто прогулку пешую, велосипедную. Сами стараемся, как говорится. Да, из-за чистоты. Ходим, гуляем, здоровым своим следим. Но химию стараемся не есть, травки, травки. Для того, чтобы старое поколение еще дольше жило, надо им поменьше помогать. Чем больше нас, как говорится, угнетают, так сказать, прямо, тем дольше мы живем. Мы боремся. А когда борьба заканчивается, все. Что ж, пожалуй, стоит прислушаться к советам старшего поколения. У матищенцев серебряного возраста есть свои секреты долголетия. Напомню, по последним оценкам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила чуть больше 73 лет. При этом мужчины в нашей стране в среднем живут почти на 10 лет меньше, чем женщины.